Теперь о циклонах, которые используются с пылесосами. У меня вот несколько циклонов покупных, которые используются с пылесосом. Вверху справа висит пылесос, он висит наверху, потому что чистить его нужно примерно раз в год. Еще раз говорю, что циклон очень эффективно отбирает пыль, и поэтому фильтры практически не забиваются. У хорошего циклона менее 1% пыли отходов в деревообработке попадает в фильтры. Этот циклон покупной, это ведущий производитель таких циклонов для столярных мастерских в мире. Это американская фирма Aneida. Сейчас я поближе покажу. Называется Aneida Dust D-Pity. Это металлический циклон. Есть пластмассовый циклон. Сейчас покажу пластмассовый циклон. Циклон очень хороший, очень хороший. То есть можно будет посмотреть, насколько эффективно он отделяет пыль. И, кстати, очень недорогой. Вот металлический циклон я не помню, сколько стоит. А пластмассовый стоит 39 долларов. Ну, конечно, плюс доставка. Но он обходится гораздо дешевле, с учетом того, что происходит очень существенная экономия на фильтрах. Фильтры к пылесосам тоже достаточно дорогие. И менять их приходится очень часто. Можно открыть этот бак и посмотреть, что там творится. Я давно не чистил. О, там творится уже то, что не должно твориться. Давно я его не чистил. Бак переполнился. Вот этого допускать нельзя, поскольку если пыль заполняет уже сам циклон, вот здесь где-то на такой высоте находится отверстие, то пыль начинает всасываться уже в пылесос. Но это вот в этом циклоне опилки от торцовочной пилы и ленточной пилы. То есть они достаточно крупные. Вот здесь стоит как раз пластиковый циклон Анейды. То есть этот циклон используется в работе с ручными электроинструментами. Ну в основном это шлифование. Шлифование, вот даже вот это он лежит. Ручная шлифмашинка. То есть здесь в основном пыль. Пылесос также стоит наверху. Вот я туда, честно говоря, не заглядывал уже, наверное, полгода. Полгода и смысла заглядывать нет до тех пор, пока не упала сила всасывания. Ну вот здесь можем посмотреть. Подключим пылесос. Видно, что сила всасывания нормальная и пока фильтр можно не чистить. Хотя, конечно, можно уже почистить. Перед зимой фильтр нужно почистить. Сейчас вот откроем вот этот бак и посмотрим, что находится в нем. Вот я говорю, что вот этот циклон используется в основном для шлифования. Поэтому здесь пыль. Видно, что такая очень-очень мелкая пыль. Это, не знаю, мельче, чем час и минут. Все вот это циклон эффективно собирает. Если бы циклона не было, то какой бы хороший ни был фильтр, фильтр пылесоса, он забился бы моментально. Приходилось бы заниматься только тем, что чистить фильтры. Здесь же я опорожняю этот бак, когда он наполнится примерно наполовину. Вот если интересно, здесь вот есть такое окошко, окошко пластиковое. Когда он заполняется, значит, надо уже опорожнять. Вот этот бак сделан из жести самостоятельно. Он достаточно жесткий. Достаточно жесткий. Вот проблема есть с пластиковыми баками. Кажется, вот они прочные, но когда включается пылесос на всю мощность, он с такой силой сжимает бак, что бак превращается в гармошку. Поэтому на это тоже нужно обращать внимание. Ну, наконец, последний маленький циклон для пылесоса стоит отдельно на фрезерном станке с ЧПУ. Поскольку здесь образуется очень много стружки, вот, то пришлось поставить пылесос отдельный, поставить большой бак. Пылесос, вот, кстати, приобрел очень удобный. У него инфракрасное включение со шланга. Со шланга, то есть мне надо каждый раз лезть с пылесосом. Включаем шланг, пылесос заработал. Вот, кстати, как раз с этим баком и возникла проблема, то что его сдавливает, поэтому пришлось внутри поставить фанерное кольцо. Сейчас покажу. Вот, видно, что там вот эта стружка, пыль от фрезерования. Вот, просто вклеил фанерное кольцо, которое не дает сжимать этот бак. Поскольку у этого бака тоже крышка достаточно плотно прилегает к баку. С одной стороны, вот, его можно легко поднять, если нужно опорожнить, но когда он включен, поднять его достаточно сложно. Ну, вот сейчас посмотрим. Крышка прилипает к баку, и можно поднять целый бак, который, ну, он, конечно, не полный, но все равно килограмм там 5-7 уже есть. Делал самостоятельно я пару циклонов для пылесосов, но, честно говоря, результат оказался не очень хорошим. То есть он, конечно, работал, там собиралась стружка, пыль, но вот эти самодельные циклоны для пылесосов не отфильтровывали мелкую пыль. Поэтому, когда вот иногда там пишут или показывают, тоже видя, как можно из какой-нибудь пластмассовой банки сделать циклон, показать, что все это отфильтровывается, но это все несерьезно. Все несерьезно, поскольку все равно вот эта самая мелкая пыль, которая является проблемой утилизации отходов, она оказывается в фильтрах. Поэтому лучше, конечно, приобрести. Вот эти циклоны я приобрел у самого производителя 2 года назад. И мне доставили по почте, все нормально. Недавно зашел на их сайт, посмотреть что-то нового. Нашел новый, достаточно интересный циклон, который предназначен для стружка отсосов. Хотел заказать, но, к сожалению, там написано, что, к сожалению, в Россию мы не доставляем. Поэтому можно попытаться купить на ebay. Вот я сейчас пытаюсь купить на ebay. Если получится, то расскажу, как это делается. Поскольку таких циклонов у нас в продаже нет ни в одном интернет-магазине. Один раз я наткнулся, но там цена совершенно негуманная. То есть там цена стояла, правда, вместе с баком. Вот такой циклон цена с баком 22 тысячи. То есть это 39 долларов или плюс бак, там еще долларов 20-30 и 22 тысячи рублей. Это слишком много. Поэтому я сейчас пытаюсь купить на ebay циклон. Если получится, то я расскажу, как это делается и покажу, что это за циклон. Потому что сейчас у меня появилось новое помещение. Я приобрел там вентилятор, а также корветовский. Туда нужно ставить циклон. Сейчас я думаю, или делать самому, или приобрести уже готовый. Я думаю, что это делается. Но я останусь со свободными. Продолжение следует...